Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем играть Papers, Please, и у нас дохера денег, у нас шестеро в одной квартире восьмого класса, и я не буду это покупать, это слишком дорого, я лучше поживу в своей восьмиклассной квартирке, и как бы... Буду, кстати, платить меньше, и, в общем-то, это выгоднее. И мы пойдем спать, и Объединенной Федерацией градит полномасштабная эпидемия, Полимелит возвращается и готов мстить, политика развлечений, и как раз музыка такая прям подходящая. 17 декабря 1982 года. Ой, чувак ко мне сейчас зайдет. Ладно, я пока не буду считать. Вдруг, как дела? Нормально. Хочу тебя попросить о небольшом одолжении. Я на войне встретил чудесную девушку. Я про нее каждую минуту думаю. Вчера мне дали знать, что она все-таки едет сюда. Пожалуйста, пропусти ее, я в долгу не останусь. Ее зовут Элиза. Сергио от Элизы. Твоя навечно. Любовь, морковь, людей. А это я ей отдам. Сейчас я запишу. Элиза. И еще к нам Шая должна прийти. Так, граждане Объединенной Федерации могут являться распространителями инфекционного заболевания. Отказывайте всем пребывающим из Объединенной Федерации. Продолжайте измать паспорта граждан Ростовски, проживающих в районе Алтан. Так, все понятно. Из Объединенной Федерации. Ну, там не пофиг, что тебя пригласили. У меня есть причина отказа. Мне надо тащить свои болячки в Артанск. Чего там не идеальное здоровье? Конечно, запретить въезд. Это просто только документы зря собирала. Вот такие дела. Приноси справку, что ты не болеешь. Блин, чувак, ты уже тут был, и ты из Объединенной Федерации. И ты, Иван. Я не знаю, причем это. Блин, так все просто. У нас тут прям работа кипит. Чего так быстро? Давай, ты еще кто-нибудь из Алтана привезь, я вас там всех изыму. А, ты из Интегри. Навестить родственников. Один месяц. Джозеф Маквелл. Джозеф Маквелл. Так, ты не разыскиваешься. Вроде бы у тебя правильная эта палочка по диагонали справа налево. Я просто запомнила, что такая палочка, это правильная, а в другую сторону это неправильная. Семьдесят два. Можно даже проверить, кстати. Да, я же говорила. Так, волосы светлые. До 29-го. Тут все нормально вроде. И тебя зовут не Лиза, так что это 100%. Привет. А где все остальное? Я это здесь оставлю. Ты... Ты жжешь сильнее огня. Весь мир для... Меня? Ты снова, ты сердце терзаешь, пленя. Разрешите. Дай мне визу. Не, это, конечно, это шедевр, но нет. Ну я вам дала такую милую записку. Этого недостаточно. Отказ... Ёб твою мать. Вести друзей... Несколько месяцев. Семьдесят девять килограмм, сто восемьдесят один рост. Блин. Не указала причину и все. Депильная. Еще один Иван. Брионис. А ты из импора, так все нормально. Три месяца в гости? Несколько месяцев. Ну я уже поняла, что несколько месяцев это и два, и три, и сколько хочешь. И все будет правильно. Это не ты случайно. Нет, значит, что нормально. Ага, сейчас. Нет, номер нормальный. Иди отсюда. Чувак, это было непросто. Приветик. Транзит. Лысый. Пара недель транзит. Жизнь дерьмо. Меня никто не любит. Ты жужж, сильнее огня. Это для меня. Сильнее огня? Весь мир для меня? Ой, мне еще никто таких слов не говорил. Причем насчет визы не очень понятно, но остальное задушу берет. Спасибо. Еще монетка есть. Виктор Градиский. Градиский Виктор. Ты жужж, сильнее огня. Так, это восемьдесят... Так. Семьдесят четыре. О, все правильно у тебя. Чувак. Ну ты молодец. Еще раз спасибо. Просто сделала лучший человек. Просто говорю, что жизнь дерьмо, а ему сказали, что... Ему дали такую милую записку, и все теперь хорошо. Наталья Аутинс. Алтан. Так. Трицать семь, ноль один. Два, два. Шестьдесят девять. Шестьдесят девять. Так. Где мой паспорт? Он называется. Что мне делать? Подвоните по телефону на справке. Все спокойно, адекватно. Все нормально. Это была Наталья. Мне нужна Элиза. Пригласили официально. Как там Дмитрий? Говорят, теперь он главный на этом пункте. Да, это мисичка для него. Готово поспорить его на сейчас, кошмарный начальник. Шапирсовска. У меня ничего тут нет. Все равно надо ее пропустить. Блин, у меня штраф будет. Еще вдруг у этой будет все неправильно. У меня вообще будет минус пять кредит. Ой, как вы меня достали все. Надеюсь, Дмитрий теперь встает побыстрее. А что скину долго остаться не хочу. Да я в курсе. Ну, начальник сказал, значит, надо. Джоанна Свидириус. А, так. Тут ее нету. Работа. Работа один месяц. Так, Сан-Клориан. Есть такой город. Бузы очень короткие. Прям не... Ну, может быть и так. 173. Так, работа. Это молоточек улево. Значит, и правильно спорт. Все нормально. Еще пересу и все документы. Так, это была Джоанна. Мне нужна Элиза. Элиза, иди сюда. Это точно не Элиза. Опять Алтан. Дмитрий Суровский. 100 килограмм, 180 сантиметров. Восточный грех, чем это правило-то... Тут все... Капец у него глаза. Что это за справка? Где паспорт? Он изымается. Как я дальше поеду? Позвоните по телефону на справке. Я, кстати, заметила, что он не говорит слова Арстольски. Только сейчас я заметила. Опять. Ты тоже из Алтана? Нет, ты из Вернтана. Наталья Кодианова. Кодианова. 160, 46. Ну, в принципе, без волос 160 будет. Что-то у тебя прическа вообще другая какая-то. Ай, сейчас. Да, нормально все. Да блин. И Элиза не пришла. Сейчас опять что-нибудь неправильно будет. Давай, давай. Нет. Все хорошо. Так, все нормально у всех, все ок. О. У меня еще за что-то должна быть монетка. А за что у меня должна быть монетка? Я хочу все монетки забрать. Минздоровья готова защитить граждан. Новые правила и контроль безопасности на границе. Политика спорта. 18 декабря 1982 года. Да, она еще придет. Риск эпидемии слишком высок. Введены новые правила. Все выезжающие должны предъявить справку о прививке, подтверждающую своевременную вакцинацию племилита. Это правило распространяется на граждан страны, иностранных граждан, дипломатов и беженцев. Нифига на всех, значит. Гражданам Объединенной Федерации является разрешенным при наличии справки продолжать изменить паспорта у граждан Ростоцки, проживающих в районе Алтан. Там, походу, все строго совсем. А, блин. Преступники. Ай, е-мое. Преступники где? Не стенограмма мне нужна. Мне нужна эта. Так, обязательно справка. И у половины людей ее не будет, потому что это ввели только еще одну. А, нет, есть. Да, поле умилит есть. Один месяц в гости. Да. Так, Патрик Дозенфилд. Дозенфилд. Угу. Усы. 82 килограмма, 170 рост. Ты чуть-чуть не дотягиваешь. Нет. Стоп, это до какого... Все нормально. Скал... Скал... В Арбестане есть скал. Наш Жоржи искал, как раз, по-моему. Малярия, полиумилит. 82-е, 08-е, 01-е. Это, типа, правильно? Да, нормально, значит. Я не знаю, ну... А, срок действия три года. Точно, все нормально, значит. Это было просто. Так, следующий. Привет. Августе Азамин. Работать. 90 дней. Б... Баста. Баста. У меня есть бастан. У тебя поделали документы. Ну, в натуре, но я все равно это поставлю. Давайте. Что случилось? Ничего не случилось. Просто у тебя документы поделаны. Как я прям четко заметил. Вы знаете, Сергию? Он сказал, вы друг. Вы поможете. Прошу вас, вся моя семья погибла. У меня никого нет, кроме Сергию. А, это Элиза. Он вас ждет. Мой любимый. Как я по нему скучаю. Спасибо вам. Я никогда не забуду вашей доброты. Ты же монетку не дала. Я в курсе. Элиза. Должна играть лирическая музыка. Ой, ну все. У меня прям настроение повысилось от этого. Каристо есть в Минилой Федерации. Ой, а где твоя справка? Ой, ну сколько можно целоваться? Ну, как бы, ребят. Эм, блин, это в правилах должно быть. Ты вообще из-за принято на Федерации тебе это обязательно. Денег не хватило. У меня следующая будет отговорка, мне интересно. Так, международные переговоры, говорят, на этом пункте правил очень строгие. Хорошо, что у меня бумаги в порядке. Арстоцка. Пока все правильно. Катя Хусонг. Скал же. Тэм, Сэм. Все правильно. Арбистан. Туберкулез, краснуха, полиомиелит. Вот так, 82-ое, значит, еще не истекло. Катя Хусонг. Да ну. Че, правильно? Меня не обманываешь? Это было просто. Блин, она меня не обманула. Стало бы, нет, полиомиелит. Все правильно. 8 недель навещать у родственников. Очки есть. Так, гостей 2 месяца же. 8 недель. Да, это 2 месяца. Так. Алексис Труд. Алекси. Лоран Дасс. Это в Арбистане. По-моему, да. Может, нет. Это правильно. Так. Все правильно. Нету. Алексис Труд. Так. По-моему, правильно. 58 килограмм. 168 сантиметров. Забирай. Забирай. Привет. Ты Залтан? Конечно. А Лобоиска... Ээээ... Аудри. Лобоиска... Еще право. Восточный грех, темно-жи. Блереполио-милит. Так. 46... 163... Так. Дата рождения. Правильно. Разрешаю. Разрешаю. Мой паспорт. Он называется. Как я дальше поеду? Позвоните по телефону на справке. Все... Очень просто. ЭЦТ опять? Или... Просто... Они похожи. Да ебаный свет. Как вас много, ребята. Я попала же в него. Сергио! Я же в него... Я... Я его убила. Я его убила. Я в него попала. Ебаный свет. Таки... Да я что промысл... Я же... Я же ему в бошку стрельнула. Почему он не умер? Блин. Только все хорошо было. Отвратительный день. Черт. Да блин, я прям расстроилась. Сергио такой хороший пацан был. Ну парень, в смысле. И у Лизы теперь вообще, короче, нет ни друзей, ни знакомых, ни парней, ни родственников, никого вообще. Ну е-мое. Почему так грустно? Грустная нота, но мы на ней заканчиваем. И на этом все. И всем пока. Окей. О.